Холодные объективы уличных камер последними запечатлели Галину Живой. На запись попал момент, когда она ехала в Орейск. На связь с родственниками последний раз вышла вечером в пятницу, примерно в половине седьмого. В колонии, которая находится в посёлке, работал знакомый девушки. Она ехала к нему навстречу. В результате работы был установлен мужчина 1988 года рождения, который, по предположению оперативников, мог быть причастен к незаконным действиям в отношении данной девушки. Оперативникам пришлось с ним поработать, потому что, сами понимаете, не было прямых доказательств. Уже в ходе профессионализма сотрудников полиции удалось, скажем так, раскрыть это преступление. Молодой человек в колонии работал кинологом. С Галиной он был знаком давно. Но, когда стало известно об убийстве, сразу стали появляться разные предположения. Одни говорят, что у них был роман, другие, что парень был должен девушке крупную сумму. Так или иначе, между ними произошла ссора. Чтобы оборвать жизнь, хватило нескольких ударов арматурой по голове. А тело потом было спрятано в мусоре недалеко от станции Кача. В полиции рассказывают, мужчина после всего на автомобиле убитой девушки добрался до Красноярска и бросил машину в одном из дворов Октябрьского района. Он запер авто и на следующий день, как ни в чем не бывало, отправился на работу. Накануне вечера молодого человека задержали в Арейском. Этот момент попал на видео волонтеров, которые тогда еще надеялись найти девушку живой и приехали, чтобы встретиться с человеком, который, судя по всему, видел ее последним. В настоящее время мужчина, задержанный, допрошен в качестве подозреваемого. Он изложил свою версию произошедшего, которую предстоит следователям проверить следственным путем. То есть все его показания будут проверяться в том числе изучением места совершения преступления, изучением их переписок, сравнением маршрута передвижения. То есть все, что он сейчас сказал, нам предстоит проверить. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы. Также следователи намерены просить суд арестовать молодого человека. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.